В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В муниципалитете прошла традиционная акция «Диктант Победы». Все вопросы касаются нашей истории, истории нашей великой страны. Молодые сосны высадили в поселке Петровское у мемориала павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Более трех тысяч штук мы высаживаем в этом году. Автопробег в честь Дня Победы прошел по улицам города. Чтобы всегда эта победа жила в наших сердцах. В Ленинском округе прошла традиционная акция «Диктант Победы». Проверить свои знания по истории можно было более чем на 20 площадках. Наша съемочная группа побывала в Винновском художественно-техническом лице, где задание выполнял глава муниципалитета Станислав Катаров. 25 вопросов на ответы и 45 минут. В этом году главной темой тестовых заданий «Диктанта Победы» стало 80-летие полного освобождения Ленинграда и юбилей писателей-фронтовиков. Для главы Ленинского городского округа Станислава Катарова уже стала традицией в преддверии 9 мая – садиться за парту, чтобы проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. Это такая традиционная веха перед Днем Победы, которую мы, конечно же, всегда проходим. И всегда очень приятно вырваться из-за круговорота дел, чтобы иметь возможность вспомнить, потому что сегодня очень много таких исторических вопросов было, на знания истории действительно, и важно, чтобы люди помнили. Для 11-классника Дмитрия Финашина история – любимый предмет, но все же некоторые вопросы вызывали затруднения. Вообще, касаемо фамилий генералов и вот этого всего, потому что это требует именно знаний конкретно, конкретно, да, фронтов или что-то подобие этого. Так что вот можно считать самыми трудными, да. Акция в муниципалитете проходила на 22 площадках. Диктант Победы можно было написать в общеобразовательных учреждениях, в воинских частях округа, а также в здании 2-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Московской области. Общее число участников составило около 800 человек. Все вопросы касаются нашей истории, истории нашей великой страны, Советского Союза и России, тех людей, которые были героями во время сложных времен, во время войны. Ну, опять-таки, в какой-то степени некоторые вопросы даже казались сложными. Приходилось, конечно, на них отвечать из какой-то логики. Результаты диктанта будут известны в июне. Это касается участников, посетивших мероприятия в очном формате. А для тех, кто проходил тестирование в режиме онлайн, ответы уже доступны. Наталья Буслаева, Алексей Астафоров, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Глава Ленинского городского округа Станислав Катров посетил группу компаний «Конструкция», где производит оборудование для АЗС и элитное панорамное остекление. Подробности в нашем следующем сюжете. Вот уже 30 лет компания «Конструкция» предлагает продукцию и услуги в области фасадного строительства и создания автозаправочных станций. Рекламная продукция для нефтяных компаний, плюс строительство под ключ для нефтяных компаний, то есть полностью заправочные станции. Вот это вот то, чем мы занимаемся. Компания «Алюпорт» также входит в группу компании «Конструкция». Она занимается производством панорамного раздвижного остекления элитного уровня любой сложности. Это одна из раздвижных систем, многочисленных. Вообще компания «Алюпорт» специализируется именно на раздвижках в основном. То есть огромное количество различных сипологий, в том числе огромная конструкция высотой до 4 метров. Отдельное направление – производство входных дверей с электронным замком. По словам генерального директора, это надежное и технологичное решение. Компании за годы работы зарекомендовали себя на рынке как надежные производители. С ними сотрудничают крупнейшие российские нефтяники. То есть у вас уже, в принципе, есть вся наработанная база и все остальное, и вас знают? Конечно, конечно. У группы «Компании Конструкция» в планах расширение производства алюминиевых и рекламных изделий, создание новой продукции и, как следствие, импортозамещение. Заказчиков много, объемы растут, поэтому существующих производственных площадей уже недостаточно. Компания попросила о нашем визите, чтобы мы подобрали дополнительные площади для развития. Такой запрос – это уже не первый в нашем муниципалитете. Здорово, что компании, которые у нас работают, хотят развиваться, и наша задача им, конечно же, в этом помогать. В бюджет компании выплачивают значительные налоговые отчисления. С учетом объемов производства возрастет и количество рабочих мест на территории нашего муниципалитета. Дмитрий Книга, Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. 25 молодых сосен были высажены в поселке Петровское у мемориала павшим воинам в годы Великой Отечественной войны. В акции приняли участие местные жители, школьники, представители администрации, организаций и служб округа. В мемориальном комплексе поселка Петровское открытым в честь 70-летия Великой Победы расположены обелиск погибшим жителям деревни, памятники труженикам тыла и детям войны и защитникам неба в честь столетия войск противовоздушной обороны. Провести акцию по посадке деревьев в преддверии 9 мая было принято именно на этой площадке. Канун Дня Победы – это действительно знаковое место. И здесь, на этой площадке, у нас стоят елки. Это красивая как бы ширма, которая закрывает дальнюю панораму. Так вот, здесь очень прям напрашивалось высокоходников еще. А тем более крупных, когда они уже сразу дадут такой красивый вид 9 мая, когда здесь будет проходить большое мероприятие. Посадки 25 молодых сосен в рамках акции «День добрых дел» принимали участие неравнодушные жители, школьники, волонтеры, представители различных организаций, служб, муниципалитета, а также глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Сегодня перенесенные все площадки мы высаживаем и здесь, в Петровском. И еще несколько площадок, которые были анонсированы, там мы высаживаем деревья. Более 3000 штук мы высаживаем в этом году в рамках этой акции. Доброе дело. И я хочу сказать всем, кто сегодня принимает участие в этом добром деле, слова благодарности. Вы большие молодцы. Спасибо за поддержку. Мы будем продолжать вместе с вами. Побывал на мероприятии участник специальной военной операции, житель поселка Петровская Рашид Галиулин. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ему было присвоено звание Героя России. Ну, губоустройство, оно же всегда хорошо. А тем более, если это в родном, родимом месте, это всегда прекрасно. Здесь очень много, опять же, родителей с детьми гуляют. Опять же, преподносит историю, которая была, которую наши деды и прадеды все это пережили, дали нам свободу. Такие совместные экологические акции – прекрасная возможность показать подрастающему поколению, как необходимо заботиться о своей земле, соблюдать чистоту и беречь природу. Деревья очень важны для природы тем, что они очищают воздух. И благодаря всем деревьям мы дышим очень чистым воздухом. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В преддверии Дня Победы в Видном по дорогам города прошел традиционный автопробег. Колонна из более чем 30 машин проделала путь от стадиона «Металлург» в Расторгуево до памятника павшим в Великой Отечественной войне. Все машины оформлены флагами, под лобовыми стеклами, фото героических предков. Важно никогда не забывать о великой победе, чтобы всегда эта победа жила в наших сердцах и чтобы эта историческая память передавалась следующему поколению. Несмотря на такую погоду, не майскую, едем с чувством гордости за нашу страну, за наших людей. Спасибо нашим дедам за победу, за то, что отдали свои жизни, за нас, за наших детей. Поучаствовать в этой акции – особая честь для каждого. Сегодня за рулем сотрудники администрации Ленинского округа, работники городских предприятий, а также неравнодушные жители муниципалитета. В актовом зале управления МВД России по Ленинскому городскому округу собралось много сотрудников полиции – картонные, бумажные, пластилиновые. Все они были сделаны детьми для конкурса «Полицейский дядя Степа» и ожидали оценки жюри. Как отбирались лучшие работы, узнала Инга Инчук. В начале апреля 2024 года в МВД по Ленинскому округу стартовал детский конкурс «Полицейский дядя Степа». Правила были просты – изобразить или сделать своими руками всем известного героя стихотворения. В ход у юных умельцев шло все – пластилин, картон и даже опавшие листья. Каждый изобразил дядю Степу по-своему. Дядя Степа – это такая фигура положительная, она идет из наших детских книжек, из нашего детства. Поэтому каждый ребенок знает дядю Степу и в его лице он видит, насколько хорошо и качественно работают наши органы. Сотрудники правоохранительных органов выступили в роли жюри. Им предстояло отобрать по одной работе из трех возрастных категорий. Представители общественного совета у нас вот это выбирает, значит вот это. В 2024 году конкурс «Полицейский дядя Степа» был приурочен к году семьи. В оценке члены жюри отмечали работы, в которых отражена тематика конкурса. Работы все красочные, все рисунки и поделки сделаны ребятами аккуратно. И очень сложно, трудно мы выбирали, но в итоге выбрали из трех категорий по одному, которые сейчас направляться будут в главное управление по Московской области для дальнейшего выбора. Конкурс «Полицейский дядя Степа» служит детям напоминанием о правилах дорожного движения и о помощи ближним в трудную минуту. А в этом году он напоминает еще и о важности семейных ценностей. Инга Инчук, Алексей Астафоров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Завершился конкурс «Крылья, лапы, хвост», организованный редакцией газеты «Видновские вести». Победителям вручили специальные подарки для домашних животных. Подробности у Юлии Астаферовой. Сотрудники газеты «Видновские вести» регулярно проводят самые разнообразные викторины для своих читателей. В этот раз в них возникла идея провести конкурс, который назвали «Крылья, лапы, хвост». Редакция газеты «Видновские вести» в последнее время активно занимается взаимодействием со своими читателями. И мы чувствуем обратную связь, за что я хочу поблагодарить наших читателей. Спасибо, что вы читаете нашу газету и участвуете в наших конкурсах. Дальше больше следите за новостями. Призы классные, спонсоров много. Напомним, что по условиям конкурса нужно было прислать на электронную почту фотографию своего питомца и написать о нем небольшой рассказ. Интересные истории опубликовали в газете «Видновские вести». Идея нашла отклик. В течение апреля нам присылали творческие работы. И сегодня мы награждаем самых талантливых, самых лучших авторов. Елена Новоселова увидела в местной газете информацию о конкурсе. И не раздумывая, отправила историю о своей кошке. И не прогадала. Ее рассказ не остался незамеченным. Ей присудили первое место. Рассказ был о том, как я везла ее еще маленьким котенком в деревню через разные препятствия на перекладных. И это было в тот год, когда летом было очень-очень жарко. Со вторым местом можно поздравить Викторию Филатову. А на третьем Ольга Жиркова. Она не смогла присутствовать на награждении. Подарок получила ее знакомая. Примечательно, что на проведение конкурса «Крылья, лапы, хвост» вдохновила читательница газеты Вера Сергина. Она тоже приняла в нем участие. За такой вклад ее наградили призом симпатии редакции. Спасибо вам большое за участие в конкурсе, во-первых. А во-вторых, за то, что именно вы подали нам идею этого конкурса. Победители получили кармай наполнителя от компании-спонсора «Кот-матрос». Для нас это честь и радость радовать пушистых хвостов и их хозяев. Редакция газеты «Видновские вести» будет и дальше радовать своих читателей не только конкурсами, но и статьями о событиях Ленинского городского округа. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok